Решили пушировать у нас Винксы, в принципе грамотно сделали у нас Авалона, что взяли Виверну против Пуша, но может это и не помочь. Также есть Бисмастер и ДПшка у нас у Авалон Клаб. Ну а по банам это Баунт Хантер и снова Рикимару в первой стадии, также Фурион Тайт Хантер, Земелья, Лайфсилер, Сларкевич и Дарксир. Так, ну что же, четвертый пик для Авалон, ну в принципе видно, что хотя тоже подпушить, есть Бисмастер, есть ДПшка, Виверна взята для того, чтобы контрить физусный дэмэдж плюс для отпуша, в принципе выбор хороший, посмотрим что будет дальше. Ну и кстати, грамотно сделали Винг, что взяли себе Пака против Виверны, можно будет кого-то финишить в Кулдем Рейсе, так что выбор в принципе хороший. Ну и кого же дальше добрать? Найт Сталкера. Ну на самом деле такое, потому что пик с дровкой подразумевает то, что пушировать будут быстро, а Сталкер в таком вот быстром дефе не особо полезный. Он даже там в первую ночь, ну в четвертую минуту да, можно побегать, но примерно там в минуте к пятой даже может товара начать падать. 10 секунд осталось. 5 секунд! так я вернулся так в общем что у нас что у нас произошло заводина с террором две секунды лишь был ставим остается у wings на свой последний пик ну и последний бан от avalon ну вообще по идее нужен бы какой-то дюре был то есть нужен танк для wings чтобы данный пик работал получше так сказать и решили звонить дома в принципе дату могут быть здесь танком через меку или даже через кримсон так и вы тоже видели или принципе баклер и попастья владмирс баклер потом оставляет на это другой айтем и вообще не кредит так и мы тоже видели в принципе могут игры даже закончится до того как понадобится крыть этот кримсон ну решили заводить в общем выбор хороший да и аурды дум бы под такой пик работал бы очень и очень классно и все же с нас 20 секунд осталось был стоимо у avalon они его не расходуют до конца берут себя клинк сам ну и последний пинг для wings ну нужен дюре был это же говорили есть void void смотрится хорошо ну и скорее всего он и зайдет кроме вайда нет она в крови до никого тут не осталось из того кто подходит хотя принципе могут и удивить мирана да ладно а вот это интересно вот это интересно то есть да в общем начинается у нас карта даже не странно что меня не дропнул вначале ну это хорошо это хороший знак надеюсь лагать не будет да у меня тянул за язык говорится ладно сейчас вернемся сейчас вернемся ну кстати довольно таки как-то плотно просила количество зрителей но она рассказывается то что у нас в данный момент от руха будет три параллельный стрима играется матч на первом канале руха бомбарках дпл и также год хан стримит на третьем канале квалификации на наньянг чемпионшип азиатский дивизион так что выбор стримов очень большой можете выбрать все на свой вкус и цвет как говорится 3 процента ставка на команду авалон ничего си да неплохая ставочка так я вернулся в принципе у нас не было так что мы ничего не пропустили было желтое атаку авалон красив красив ну что смотрим кто таком играет винцы играют за radiant shadow на дровке линк играют вас номера не мирана медовая фейсбьям играет нас на паке айс айс на винге и аносенс играет у нас на виспе но и валоны аир на дпшке а сыграет у нас на виверния cjl играет на клинксе мофи играет на бисмастере и играет у нас на найт сталкере что все-таки решили драться решили драться прям толпа на толпу нападение пошло неплохо поверь не сам залетает и виверния больная виверна минус ну дэма же хватает да там плюс 6 как бы до 6 это мало но все-таки 0 секунда и тут все миличники атаковали что дэмоджа слегка хватило плюс руна остается у нас мира не поднатопия clings ажа руну упака ну на самом деле знаю и кипу сейчас вот это слишком жестко да и команда вингса на порта голов выше чем команда оппонента да и ну вот я имею ввиду личный скилл там слишком высок и макро игра слишком хороша у вингс да конечно на мейджер выступили они плохо ожидали лучшего от них но всякое бывает в принципе даже и на дпл они там немножко просели да было много ничьих но все-таки команда фаворит которая проиграет настолько слабо как винкс как он конечно же винкс и не должны этого делать так ты процентом на вал он поставили ставочки у нас букмекеры а три процента это знаете такой кофе он залить умеет надо пробивает пока пока сальву кашу тут хилится вот это конечно было красиво но вы все-таки сбили ну и на развороте нападениях зачем ты ныряешь дальше решили просто лакут быковать просто включили быка взяли свои стальные яйца в кулак и начинают ломать кабинета просветка летает еще и по клинксу клинксу принципе может и лицо сломать пошла сальва пак дальше фэйсбьян закидывает его здесь под хил пробивает си джей эла и си джей заверну как же это быковато смотрится это просто трое минута так то и просто так на бака нападали он был бит и там было 20 хп и он просто вот и пинает 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 и запинал нормально ну это мирана меду понятного дэмэджа много лас едет хорошо девушка не проседает но снизу дровка дровка фармит очень здорово в принципе ничего необычного что уроку фармит хорошо как и дэмэджа хватает факсова быкует какой против виверны конечно вы копак тут конечно заигрывается мы до прыжок просто царские просто в это дерево залетает между проходит отступает гритинг есть у него fire можно дальше ломать лица прожимается fire пошел подкил от виспа ну и просто как же не играют как же они играют ну тут хорник похоже никого не бьют там правда снизу убивает вас без мастера откидывается у нас пока войдом по паку пока подхилили по живет пошел просветка минус один тут пока уже будет и минус два а может даже и минус 3 разорвали виспа пак уже убивать второго героя нет убивает он первого героя первого героя все-таки убил у нас виспи сия нет не победил у нас в итоге пак 5 2 счет на второй минуте ну игра не томная хорошо игра веселая казалось бы тут как бы должны просто так сыграть своего дровка лэл получает такие базовые темы и го пушить но нет оказывает нам такое веселье команды но это интересно это смотрится очень и очень экшеново ну что ждем следующего файта ничего с крипы зашли рейнджовые аж сюда вдруг фармит понятное дело хорошо же 19 крипов тремя как лис убил всего четверых ну и да все таки пак с виспом там не дают жизни этому товарищу и клинксу тяжело тяжело жизнь дается но без мастеру хоть же в леса до аронталон без мастер леса с кого нами смотрится неплохо но проблема в том что ты не вывезешь себе нужная тема нужны лавала тому как пойдут пушить у нас ринкс и ну пока успокоились поспокоить хотя стрелок пак месяц готовы дальше бы ковать ну да понятно делать здесь линия выиграются и при сцены игры тоже выгруз потому что без мастер вовсе с линии ушел и дрока стоит на фрифарме я на мид побеждает кажется чуть-чуть но все же побеждает тут все равно там все грипа разница что я одна пачка но все же все же есть преимущество над вражеским мидером ну что в принципе минута к девятой должны упасть товара 23 и дальше появляется базовая тема там оля барабаны к вилке и так далее в меку ходить на свист скорее всего ну и дальше продолжать свое давление из пуша товара мне кажется на этом вы все будет закончена потому что тяжело отпушивать конечно есть топоры вы пока не качаются но для пуша такое себе сваром но тоже не особо безопасно можно попадаете с этим сваром чтобы задать но и спинтер бласт принципе неплохо но нужен level и верня так что поглядим что она будет не на принципе есть там 20 тут будет уже попроще в дефе ранний пуш тяжеловато останавливается мы в принципе решили отстагать это квинксы жадно без танка без дюро и бланк то есть все пять героев ранжевики чтобы было побольше дэмажа тоже так можно все-таки есть висп и в принципе висп любого героя может сделать танком отчасти что такая стратегия тоже имеет право на жизнь она и осуществлена смог вылазка вместе с мулайт шалом готова нападать до понимаешь что вышла с новизами рано и как-то палевно уже пожимаясь макию тиммейты а ты понимаешь у тиммейт зачем непонятно но все же впадь возможно у нас кто-то случится пытается зависимость курьера navi фанаты вас имеются в команде и винс более за них айносенс арте буду назвать его айном потому что никнейм слишком длинный у этого товарища на виспе будет у нас айна ну что он смог вылазка продолжается пак у нас дрим койлом дп-шка тучи сгущается пошел станщик но тут все тут хана еще и сразу сверху дрим койл но дрим койл был лишним если честно но в любом случае это минус на вражеской мидерем 62 пользу команды винс айс айс а по цену сам но это винга винга толстая 8 армора так-то и на развороте я получаю станчик пытаюсь продамажить но не получилось подцепить хотя нет имеется тут frost arrow стяжу в двоечку интересную билд обычно frost arrow забивается в прокачке хотя немножко подняли именно в последнем почти так что возможно это и сыграло ключевую роль в его прокачки минус 2 отлично все сделали wings и в принципе лэл кожи седьмой дадим уже уже порядка 30 до 31 даже наливает ну и можно идти даже пушировать этот товар но правда верно сыграет но довольно таки грамотно потому что линтер бласт уже в качестве троечку что от уж весьма и весьма качественный получается интересно какая смирана будет но скорее всего с аганимом потому что в прошлом патча не покупался постоянно я думаю в этом патче ничего не изменится потому что я только бы не трогали если номер она вылетела с пиков потому что во время квалификации она была самым как сказать героем самым большим когда за четыреста семьдесят пять каток по моему что у меня она была очень жесткой там опыт квалы этому показатель даже на тоже пикалась но вот именно в компетите в доте в соревновательной на высоком уровне немножко она от пропала молотова всякие к ипи которые на ней регулярно показывал нас нам айс 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 удивительный перформанс на данном герое ну что выход на блинкам пошел сайланс пошел дэмэдж дэмэдж неплохой и фаер имеется блинки до свидания дальше имеется там один ряд в боты так что подхилился пытаясь сейчас уйти на руну чтобы забрать и отхилиться пакте время не бывает на топе нас без мастера и нас похоже будет здесь fight нет moonlight shadow тени возьмите нас и отступает нас в итоге мирана ну что 8 2 ну пока фавориты матча это проблем не испытывает давайте посмотрим на лвла в принципе лвла ситуация очень классная 8 минута а уже оба суппорта имеют 6 лвла а коры 8 отличный показатель такое не часто увидишь ну а тут четвертый пятый левел у нас у суппортов мы что по нет ворсом до 3 тот вас понятное дело за корами команды вниз потому что и крипса ты топовые да и фраги делали дальше дпшка и не клинс но после вис которая опережает без мастера это сильно ну и в принципе упал пока только один товар так что даже удивительно что такой прям жесткий на творится виспом но все-таки когда 412 так то у него на девятой минуте понятное дело начнут падать товарам после падения товаров сражаться станет еще сложнее потому что появится там преимущество порядка десяти тысяч и что дальше делать непонятно инвиз увы не работает против до стол и очередной фраг для виспо уже килинг спре вы преимущество десятая минута 5000 голды за винксами по xp 4 500 и падает еще один товар ну а то смог вылазка от авалона в принципе есть праймур орор ну и как бы все верстам прямского жесткого ведь не получится ультимейт ну а поставил видит блинкам блин фармит в инфарме все-таки себя а гоним так что мир она такая стандартная правда хотя часть стандартная потому что обычно добирался сначала пт-шку и аквилу уже потом после гоним хотя кстати у нас был еще один вариант сборки от резуля резуль покупал себе мидасик силам наверням но правда он играл на мирание керри это миронский мидер что падает второй товар решили не уходить на слинии винсы все грамотно товар упал телепорт скастовали телепорт был уже позднее подцепить похоже никого не получится так что все очень и очень easy для винкс пока что в этой карте ну посмотрим авось получится дать отпор тут авалоном но все же ставочка в 3 процента это слишком слишком жестко и коэффициент в 3 процента это с этих детка такой тут а лаунжа и на других сайтах где денежные ставки на лаунже вообще матча нет да да решили не ставить вас почему-то хотя винкс и должны были поставить почему-то лаунж поэт матч забыл что именно из-за этого у нас зрители сейчас маловато потому что заставочки именно за шмоточки никакой никто не болеет не переживает ну да ладно не страшно так ну что 921 с врагом 11 минут времени уже у нас будет дальше в принципе шмотки хотя у нас тут тучи сгущаются что возможно будет какой-то fight давайте подождем если ничего не будет его посмотрим все-таки шмотки вас уже заходит но нападение номера но который 6 армора которая 1200 даже 1300 не не по шансам что давайте прочекаешь водки по-быстрому барабаны и аквила имеет вас у дровки был хороший выходит в покупку скорее силен лейса драгон лейса не думаю что это будет саша яша если можно конечно учить такую сборку и сашу яшу но скорее всего драгон лэнс появится мирана то себе спалопали и не заметил миранова годим мы это видели пак блин даггер не бы потому что решил купить себя догон в принципе почему бы нет потому что может а они этот и убить все-таки рекой поставить драка пошла развалили очень быстро у нас там клинк сасова пошел у нас по эксу на сталкер пытается отступить он пошел по айс айсу готов покажу драться у нас здесь винкс и расстреливает по аэру весьма неплохо проживается драка в принципе имеется ультимейт вас уверены убивают найт сталкера но и по теле 2 героев уже это не получилось контра инициировать у винса стрела пошла стрела не точная время не получилось контра инициировать конечно же у авалон ну и тавар ввиду падает позиция грамотно чтобы ультимейт не цветел от виверновать дальше пак пак ныряет за дпшку до кончика имеется уже у праймал орор по фейсбиану фейсбиану неприятно но виз поцейл увозит недалеко так что это минус дпшка рвается дальше на мофе мофе в таверну асу больно хотя вешает курсу неплохо немножко себя поцейвил но пак ныряет дальше паку сейчас будет тоже неприятно а у нас рядом уже находится клинк который внувся с таверны ну с таверны вернулся в таверну возвращается собственно если тут у нас колдом рейс но увы вы виспятом его просто выносит при поддержке пока 43 в итоге у нас fight получается то ли 6 в ноль то ли 70 в общем 1300 голды для винс 1900 xp также падает еще один товар так что плюс 1000 голды дополнительно ну и заход на т3 14 минут атака на таймере ну пока что слишком все просто out of это не видно потому что уже висп опережает на четыре сотни даже уже на шесть сотен от лежать клинк сам это проблемы ну в принципе последний внешний табор рошан докупить себе шмотки на все бабло и заканчивать все донки просто огоним готов у нас умираны сверху уже 2000 голды имеется после огонима не успел он все довести а сверху же тысяч появилась нормально дровка 1600 голды пак у нас почти 2000 но скорее всего блин купят на паке айтому слишком полезные а у нас винга уже купила себе point booster нормально так что скоро будет огоним но и висп мека не за горами наверно хотя пока составляющих на мекку не видно на статы есть урна есть птшка magic wand bottle ну да пока не имеется деньжат на покупку мекки он готовы сражаться западение вещь не товар у нас авалоны но правда сражаться то особо и нечем сталкер который был пикнут не свой полезный получается потому что мы в первую ночь ты не разгонишься ну так не выйдешь чтобы кого-то поубивать и там так дэм же много что развалит лицо просто а что делать дальше сталкером в дефе да ничего ну авось как-то за феномит нас виксы что такой out у авалон данной карте потому что по-другому я не представляю мужиком байса и в л о в дискорд появляется у пока кстати в л поддуме раму под двойной статик шторм сарсом конечно же смотрится очень круто на каждого цепи тут мобби мобби хочет б как живо разорвало очередной минус команды ввингс ну и пока готов на ряд дальше нападение наверно по всей сейчас пойдет и есть свапы это очень висп висп сажа смиран хотят висп тени но нет и это дабл хилл для блинкам ну на стрим принципе тут уже все понятно преимущество порядка 17 тысяч голды по xp 12 плюс и в принципе рейтинг данной игры должен быть 18 плюс потому что тут уж слишком слишком все жестко еще даже глифа нет что падает милищный барак ну не знаю попытаюсь подраться возможно сейчас увидим последний файт и гг потому что мы должны понимать овалона что аута в данной карте нет да и принципе тянуть игру не особо стоит потому что как бы это не какой-то там плей-офф вы играете не на вылет это просто у нас играется группы вы понимаете что играете против фаворитов но выявляйте аутсайдерами и явно не в этом матче вам нужно вывозить себе поинты но принципе висп игра до конца тоже похвально ну что авось ошибку допустить может каждый и все-таки wings и у нас не прям такие жесткие что уже пять ничьих и проигрывали не против самых сильных команд wings и проигрывали не против виа янга насколько я помню также сыграли 11 с командой ftd club си также айджи виталити и тонг-фу ну и вичи геймер но вписка до команды как бы не самые сильные но среднячок там был ничьи но было пару ничьих с командами слабыми которые входят во вторую двадцатку так что всякое бывает но вот в этой карте будет слишком сложно что-то сделать на кстати у нас там клинис занимается по спорам это за фами себе дезолятор но вы еще слишком долго до 2 митлер митрил хаммером что вряд ли мы его увидим огонь и уже готов у дровки остаток при всем так что будет сейчас еще и сплетить в дэмэдж в две стороны будет еще больше дпс а лакшна урон очень-очень большой на самом деле еще ваша ковалку бы сюда привести в дэмэдж был бы еще солиднее и так хватает и так перебор рука наливает уже каждому по 53 а тут опять ржевиков 250 урона лишних залетает даже 260 дп шкам тебе поражало получилось лицо газ потеряли сторону нападение на шадовом но как наводить рим кул царский поставил будете поражать атаки порвали все дрем кайлы но знаете вы сами не самая лучшая идея но решили у нас все же отойти набрать шмотки курьер краски подвез огонь ищик для дровки и что же дальше с его все своего пацаны го на последнюю сторону и ггвп 18 то увы финального тимфайта мы не увидели ну жаль конечно лучше бы подрать в том среди гг так бы было красивее по крайней мере для зрителя может как это было все скучновато если честно там были такие моменты веселые вначале когда факт с виском гоняли триплу а дальше было все очень скучно просто такой разберенный пуш все грамотно и легкая победа для команды ми